Время новостей. Глава Кабмина также распорядился держать на особом контроле его поставку, распределение, агентству по защите конкуренции, пресекать факты и не допускать необоснованного роста розничных цен. В этой связи уже вступил запрет на вывоз твердого топлива из Казахстана автотранспортом сроком на полгода. А в целом, по информации министра индустрии и инфраструктурного развития КРБ Коскинбаева, за январь-август текущего года в стране добыли почти 74 миллиона тонн угля. Время новостей. Казахстан Халкна. Возможность приобретения гаджетов для детей из сельских школ. Оформить заем в Казахстане стало еще сложнее. С октября срок обновления кредитной истории сократился до одного дня. Ранее эта процедура занимала 15 дней. Такой большой промежуток времени не позволял оперативно рассчитывать расходы по погашению имеющихся займов у населения, а также своевременно реагировать на оформление незаконных кредитов. Напомню, соответствующий закон президент Касамжи Мартукаев подписал в июле этого года. Принятые поправки не позволяют закредитованным казахстанцам получить новые займы. В Казахстане начнут конфисковывать криминальную криптовалюту в доход государства. Теперь рынок цифровых активов будет находиться под контролем госорганов. Представители агентства по финмониторингу и международная криптобиржа Binance подписали соответствующий меморандум о сотрудничестве. Документ позволит наладить процедуру по блокировке и аресту цифровых активов, которые стали доходами от преступной деятельности. Специалисты смогут устанавливать конечных бенефицаров. В агентстве по финмониторингу говорят, что преступники придумывают все новые способы по сокрытию своих доходов. Меморандум позволит эффективно бороться с кибер- и с финансовыми преступлениями. Отмечу, Binance – это ведущая мировая блокчейн-экосистема и поставщик криптовалютной инфраструктуры. Мы идем на опережение, заключаем сейчас меморандум о сотрудничестве с Binance, что в будущем в рамках уголовного дела или в рамках каких-то официального процесса государственного, что мы могли сотрудничать в интересах Республики Казахстан. В зависимости от вида криптовалют, или биткоин, или альткоин, и так далее, если мы направим запрос, они ответят нам, то есть предоставят необходимую нам информацию, заморозят, и в будущем, если мы сможем доказать, и будет установлен факт судом, то есть будет приговор, и согласно приговору мы конфискуем этот доход государству. И сейчас государственные органы проводят очень большую работу над тем, чтобы построить правильную регуляторную базу, чтобы дать возможность компаниям из криптоиндустрии приходить сюда, работать законно, платить налоги и быть полностью подконтрольным государственным органом. В этой связи мы тоже проводим большую работу, делимся своим накопленным опытом глобально, приносим свои наработки и готовы делиться, взаимодействовать с государственными органами. 28 лжетеррористов осудили с начала года в Казахстане, почти половина из них подростки. Об этом сообщили сегодня в Министерстве внутренних дел. Так называемый сватинг стал популярным увлечением казахстанских школьников. Подростки рассылают ложные сообщения в экстренные службы, при этом представляясь именами других людей. За последние два месяца установлено пять человек, по информации полицейских мотивы у всех разные, зачастую конфликт или личная месть. Нефть подорожала на 3%. Такой рост произошел перед заседанием ОПЕК. Встреча странных спортеров пройдет в Вене уже 5 октября. Альянс обсудит сокращение добычи топлива более чем на 1 миллион баррелей в сутки. Об этом Блумберг сообщает, ссылаясь на делегатов заседания. Мера по сокращению добычи нефти направлена на стабилизацию цен на горючие из-за опасения рецессии и замедления роста крупнейших экономик мира. Напомню, из-за вооруженного конфликта между Россией и Украиной стоимость Brent опустилась до 85 долларов за баррель. Например, до 24 февраля цена его превышала 125 долларов. Отмечу, в эту среду заседание ОПЕК пройдет в очной форме впервые с начала пандемии. Снизить цены на топливо призвала американская энергокомпания министр энергетики США Дженнифер Гренхольм. Она отметила, организации получают рекордную прибыль. В настоящее время средняя наценка между оптовыми и розничными показателями примерно на 37 центов больше, чем обычно. В Минэнерго считают, компании должны принять меры по снижению цен для потребителей и восстановить в стране запасы бензина и дизельного топлива. Сейчас ресурсы на уровне ниже среднего пятилетнего диапазона. Ранее Гренхольм также призвала американские нефтекомпании сократить экспорт нефтепродуктов и вместо этого пополнить хранилище страны. Другие темы. Число погибших при взрыве в Кабуле выросло до 43. Среди них в основном молодые люди, сообщила миссия ООН по содействию Афганистану. По меньшей мере 83 человека получили ранения. Число пострадавших может увеличиться. И взрыв, напомню, прогремел 30 сентября в образовательном учреждении во время экзаменов. Ранее сообщалось о 35 погибших и 82 раненых. В Иране продолжаются протесты из-за смерти Махсы Амини. Акции начались 16 сентября. В день похорон 22-летней Махсы Амини. Девушку арестовала полиция нравов Тегерана из-за якобы нарушения правил ношения хиджаба. Власти утверждают, что Амини скончалась от сердечного приступа, но близкие считают, что она умерла от побоев в участке. В знак солидарности с Амини протестующие сжигают хиджабы, обрезают волосы. С начала демонстрации в стране задержано более 1200 человек. По данным правозащитников, среди арестованных немало студентов и журналистов. ГосСМИ сообщили, что во время беспорядков погиб как минимум 41 человек. В том числе сотрудники службы безопасности. Эту демонстрацию поддержали также за рубежом. За пределами Ирана тысячи протестующих устроили акции в ряде европейских стран и также в Канаде, Ливане, Турции, Японии и в многих других регионах. В первых рядах иранцы, которые проживают за рубежом и возмущены происходящему у себя на родине. Президент Буркино-Фасо, подполковник Поль Анри Дамиба, подал в отставку и покинул страну. Днем ранее группа военных совершила госпереворот в стране и захватила власть. Новым лидером стал капитан Ибрагим Траоре. По приказу военных границ страны закрыты на неопределенный срок. Сообщение об отставке Дамибы засчитали в эфире национального телевидения. Он сделал это во избежание столкновений и человеческих жертв и направился в соседнюю страну Того. В обмен на это, экс-президент попросил гарантировать ему и его солдатам безопасность, а также восстановить конституционный порядок в стране. Это все новости к этому часу. Эфир продолжит дневная смена. Тема сегодняшнего эфира – предстоящие президентские выборы.